Всем здравствуйте! Сегодня в нашем видео мы рассмотрим цельнокройный рукав и рассмотрим именно дефекты посадки. Почему нас иногда не устраивает, почему полочка у нас ползет на спиночку, почему какие-то перекосы бывают и с чем это связано. Ну это несколько причин. Это может быть и причина нарушения баланса и недостаточно вы при построении выкройки учли какие-то моменты. Сегодня мы как раз все рассмотрим. И выкройку саму нужно будет уравнивать по ширине. Поэтому из всяких таких мелких-мелких нюансов мы с вами придем к тому, что сама выкройка основа должна быть правильно переделана под цельнокройный рукав. Здесь и нарушение баланса может быть. И смотрите, когда мы с вами иногда снимаем такие видео, там где я рассматриваю построение цельнокройного рукава, прям на ткани или выкройку строю заново, но не использую выкройку основу, которую я сейчас перевела. Это выкройка основа обычная, не для трикотажа. Я именно за нее сейчас вам говорю. Если у кого-то ее нет, ссылочку мы вам оставим в описании. При желании вы можете самостоятельно ее построить. То при построении, когда мы с вами строим, мы делаем таким образом, что строим сначала спинку, а потом по спинке достраиваем полочку. И у нас получается ширина спинки и полочки одинаково. А в выкройке основе это не всегда так. И давайте по порядку разбираться. Итак, первое, что мы с вами должны сделать, это уравнять полочку и спиночку. Как правило, спинка меньше полочки. Меньше, ну в районе одного сантиметра. И предлагают снять с полочки один сантиметр и добавить на спиночку. Я предлагаю даже как бы сделать и другое. Это позволит нам таким образом и уравнять. То есть можно, так как я сказала, да, отсюда снимаем, сюда добавляем. А можем просто добавить больше свободы. То есть добавить больше на один сантиметр, потому что у нас разница в один сантиметр. На один сантиметр уравнять и добавить вот таким образом. И мы с вами уже получаем одинаковую величину. То есть вы когда промеряете, образно говоря, если здесь у вас 28 сантиметров и здесь должно быть 28 сантиметров. То есть именно вот таким образом мы проверяем. И проверяем по линии груди. Следующее. Ну вот я взяла и сейчас, как вы видите, уравняла. Следующее, что мы должны с вами сделать, это поработать с плечевой линией. Плечевая линия это спинка. Давайте я подпишу. Ну я думаю, что это понятно должно быть. Ну может быть кто-то учится, поэтому мы должны акцентировать внимание. Что мы делаем с вами по спинке? Приподнимаем росток. И росток приподнимаем таким образом, что можно... Смотрите, вот здесь мы добавляем с вами 0,5. 5 миллиметров. По выточкам можно прибавить 0,7. И по плечевой линии, в зависимости от вашего желания, насколько вы хотите, чтобы была и свобода больше, мы вот здесь можем приподнимать сантиметр и даже полтора. Да? Вот здесь сантиметр, полтора сантиметра. И таким образом после этого мы с вами будем уже проводить линию. Да? Вот мы с вами взяли, соединили. Ну смотрите, вот так если я провожу прямо, то у меня как раз получается сантиметр. Если вы хотите полтора, значит вы вот так дальше продолжаете, да? Вот. 5, 0, 7 и пошли. Либо соединяем вот эту точку с этой точкой. Это тоже не будет нарушения. Пока мы с вами поработали с плечевой линией. Уравняли. Теперь я сейчас вырежу и проговорим с вами следующее, что необходимо учесть, чтобы была удобная посадка. Полочку пока я откладываю в сторону. Линию проймы. Ну давайте вырежу и на другой бумаге. Сейчас мы с вами будем продолжать. То есть будем достраивать сам рукав и вам будет более понятно. Вот увеличив росток, мы уже с вами дали возможность спинке немножко уйти наперед. И таким образом не будет перетягивания полочки на спинку. Я сейчас зафиксирую. И мы с вами продолжим дальше. Итак, я повернула так, как мне удобно. Зафиксировала. Зафиксировала пока до линии талии. Если очень узкая линия талии и у вас вот здесь вот такой большой прогиб, большая выточка, то вы можете немножечко расширить еще по линии талии. Вот это условие нужно соблюсти. Если у вас отрезное по линии талии, если вы будете делать изделие отрезным по линии талии с цельнокроенным рукавом, то необходимо на до полутора сантиметров опустить боковую линию. То есть вот так. Это для того, чтобы вам ничего не тянуло. Это тоже очень важно. Вот смотрите, я пишу полтора сантиметра при условии отрезной линии талии. Следующее, что мы смотрим, на сам рукав. То есть вот я теперь от плечевой точки могу продолжить длину рукава. Но у нас здесь выточка. Мы ее с вами не убирали. Поэтому раствор выточки вы можете вычесть от длины рукава. Либо потом сделать меньше припуск на подгибку низа. То есть вот этот момент тоже вы можете учитывать. Откладываем необходимую величину. Ну, допустим, вы там решили отложить, я не знаю, длину рукава 33 сантиметра. Ну, образно. Вот мы с вами ее прочертили. Следующий момент. Если вы хотите, чтобы рукав был более такой мягкий, вы можете сделать следующее. Отступив сантиметра на 4 от плечевой линии. А у нас же, смотрите, вот здесь еще выточка. Значит, мы ее тогда вот сюда, эту точечку, переносим. И берем 4 сантиметра. И опускаемся вниз на 1. Тогда мы получаем с вами более мягкую линию рукава. То есть смотрите, что мы делаем. Тогда мы от этой точки через эту точку, да? Почему я отступила? Вот, это раствор выточки. Через эту точку делаем рукав более мягким. И откладываем свою величину. То есть вот это положение будет зависеть от вас. Ну, давайте, я не знаю, сколько я там могу сделать длину рукава абсолютно разную. Вот я ее определила. Допустим, вот такая она у меня будет. Там 40 сантиметров взяла, да? Пускай будет так. Следующий момент, то, что нужно обязательно учитывать. Вот эту точечку, да? Где мы с вами откладываем длину рукава относительно проведенной линии. Под прямым углом мы откладываем ширину рукава. Обязательно под прямым углом. Почему? Потому что мы с вами будем соединять рукавчик. И, естественно, мы должны соединить его под прямым углом, не каким-то переходом. Далее ширина рукава. Ширина рукава, которую мы с вами будем откладывать по линии низа, будет такой на спинке. То есть вы берете ширина рукава, делите на 2 и прибавляете еще 2 сантиметра. Можно ли меньше? Да, в принципе, можно. Но если у вас такая проблема существует, вот это вот перетягивание полочки на спинку, лучше именно по вот этой формуле. Ну, например, у вас там ширина рукава 36 сантиметров, вы решили взять, сделать, да, в какой-то части, вот здесь, например, у вас идет. То вы разделили на 2, прибавили 2 сантиметра и получили 20. Значит, здесь мы с вами откладываем, допустим, 20 сантиметров. Вот мы с вами отложили. А дальше мы соединяем уже этот рукавчик с полочкой. И обращаю ваше внимание на вот эту точку. Что здесь очень важно? Линия, по которой мы опускаем рукав, не должна быть меньше 3 сантиметров. Больше сколько угодно. Ход до линии талии вы можете вот так вот рукав прорисовывать. И это будет правильно. Но меньше 3 сантиметров опуститься вниз мы с вами не можем, потому что мы получим с вами недостаточно. Вот здесь вот для поднятия руки нам будет неудобно, будет некомфортно. То есть вот это правило, пожалуйста, 3 сантиметров мы тоже соблюдаем. Итак, вот мы с вами увеличили. Да, я сказала, что мы увеличиваем плечевую линию. Делаем одинаковую полочку спинку. Опускаемся ниже на полтора сантиметра при условии, если отрезное, и 3 сантиметра. Это то, что важно. И вот следующий момент, тоже очень важный. После того, как мы с вами соединили, эта точка, ну вот смотрите, у меня она пошла вот сюда, и у меня получилось как раз, ну, 3 с половиной. А если вы сделали рукав уже, и у вас эта точка вышла, ну, вот куда-то, вот сюда, да, вот при условии, смотрите, вот сюда, что вам нужно делать? Конечно же, опуститься ниже и провести линию. Если вы хотите больше рукав, ниже опустить, вы тоже опускаете эту линию ниже, и потом составляете с той точечкой ширина рукава, которая у вас получилась. Следующий момент, что мы должны с вами сделать? Округлить. То есть вот здесь вот сделать это скругление. Какое количество сантиметров мы можем? Мы можем взять с вами вот эти 3 сантиметра, у кого-то 4, и откладываем их. Вот так вот. И после чего соединяем. Затем, когда вы сшиваете, вот эту вот часть мы, сшивая на машинке, прям растягиваем. Растягиваем для того, чтобы уже в готовом изделии у нас не выглядела вот здесь вот стянутость, чтобы не было стянутости. Вот мы с вами выполнили все. Теперь по спинке. Я думаю, всем все ясно. И переходим к полочке. Надеюсь, здесь все понятно. Я сейчас вырезаю. И потом мы с вами сможем простроить полочку. Можно было мне, конечно, и не вырезать, но раз уж я начала, то я вырезаю. Вырезая изделие, не забываем о припусках на швы. Теперь то же самое. Я сейчас буду встроить рукав к полочке, поэтому сейчас я делаю то же самое. Я имею в виду, что буду фиксировать полочку к бумаге. Ну и сейчас надо внести кое-какие корректировки и изменения. Вот я подготовила полочку. Сейчас вырежу еще. Ну, мы с вами не рассматриваем здесь, что нам нужно сделать с линией горловины, потому что мы говорим о цельнокроенном рукаве. Выкройка основок, как вы знаете, кто шьет, то у нас сама пройма полочки, она меньше. Наклон плеча больше. Все это происходит за счет нагрудной выточки. То есть, когда мы соединяем, мы с вами получаем, что вот эти два края, если мы промеряем от точки до точки, мы получаем одинаковое количество сантиметров. То есть, здесь у нас все мы уравниваем. Для того, чтобы был правильный угол, мы не можем вот так брать и строить сразу с вами рукав, потому что мы получим его очень узенький. Нам нужно сделать расширение, то есть, расширить пройму. Делаю тоже разными способами. Это можно сделать таким образом. Вот я, допустим, для того, чтобы это сделать проще, делаю так. Выточку нагрудную частично переношу в линии проймы. Насколько это может быть частично? Ну, вот здесь вот, конечно, этот момент, он более индивидуальный. Если очень большая выточка нагрудная, то мы и приподнимаем больше, чтобы плечевая линия немножечко у нас как бы спрямилась. Если у кого-то размер небольшой, там 48-50, будет достаточно двух сантиметров. Я имею в виду, что на 2 сантиметра выточку нагрудную раствор сделать меньше. Я разрезаю. И смотрите, вот я на 2 сантиметра увожу, как бы закрываю выточку, да, и у нас открывается линия проймы. Но в моем случае мне нужно хотя бы сделать сантиметра вот здесь, ну, хотя бы 4-5. Почему? Потому что у меня раствор выточки нагрудный. Вот я вам сейчас промерю. В верхней точке получается, смотрите, 16,5 сантиметров. Да, вот здесь. Это очень большая. Поэтому вот здесь я могу смело для себя взять вот так вот 5 сантиметров и вот так вот соединить эти точки. Тем самым я открываю линию проймы на 3 сантиметра. Вот 3-3,5 я могу открывать. Можно ли больше? Да, можно. У кого-то, возможно, вы просто захотите вот так вот полностью раскрыть. Ну, мы сделаем такой мягкий рукавчик, поэтому мы... Ну, рукава опять-таки могут быть абсолютно разными, поэтому тоже мы с вами можем по-разному и работать. Теперь я, чтобы нас ничего не путало, вот так вот срежу пока и подклею все в бумаге. Вот я зафиксировала полочку, перевернула ее наоборот, потому что вам... Ну, вот как я строила спинку, чтобы я так работала и с полочкой. Следующее, что мы делаем, мы с вами берем две точечки, вот у нас одна точка и вторая точка, и проводим с вами, ну, линию, да, вот так вот соединяем. И теперь от этой точки на 1 см поднимаемся вверх, то есть на 1 см вверх, и проводим еще одну линию, вот так. После чего мы с вами можем отметить, ну, уже с помощью плечевой линии, вот у нас линия горловины, полочки, линия горловины спинки, и мы с вами отмечаем, вот у нас плечевая линия, да, мы с вами раствор выточки, убрали, вот плечевая линия. И дальше у нас идет длина рукава. Ну, вот мы можем с вами прям вот так вот взять и, смотрите, развернуть, вот. Смотрите, и боковая линия у нас с вами, в принципе, вот сходится. Вы можете взять, развернуть по вот этой линии, и дальше прям взять и обвести верхнюю часть рукава, да, вот здесь поставить точку можно так давайте так сделаем и соединяем вот мы с вами выполнили одно условие следующее условие ширина рукава здесь она идет меньше на полочке меньше чем на спинке проводим линию точно также под прямым углом и если на спиночке мы сделали ширина рукава мы делили на 2 прибавляли 2 сантиметра то здесь мы ширину рукава делим на 2 и отминусовываем 2 сантиметра то есть если у нас здесь 20 то здесь у нас с вами будет 16 16 вот а всего я говорила что будет 36 да вот я брала 36 значит 20 здесь у нас 16 20 плюс 16 36 то есть вот так для себя проверили и посмотрели что все у нас классно и хорошо следующий момент опять-таки мы откладываем эти три сантиметра вот здесь мы с вами берем и откладываем эти три сантиметра вот они у нас как здесь есть так и здесь то есть все все то же самое но смотрите вот у нас три сантиметра и потом еще на 3 мы вот этот вот уголок выводили да с вами поэтому здесь мы все учитываем все проходит точно так же вот у нас допустим три сантиметра к которому мы ведем линию и три сантиметра мы потом еще опускаемся да то есть вот так смотрите я соединяю также берут три сантиметра три сантиметра здесь можете прям циркулем себе помочь если хотите или проведите вот так все следующее что нам нужно сделать это обязательно проверить вот эти вот части потому что иногда бывает такое что ну не совсем все правильно по боковой линии если отрезной точно также на полтора сантиметра опускаемся совмещаем линию талии проверяем чтобы у нас с вами все сходилось смотрите ну вот здесь вот какие-то вот миллиметры но я вам говорила что мы с вами прям все получается ну как бы растягиваем да вот здесь и вот здесь ну вот смотрите вот здесь у меня какие-то 5 миллиметров ну даже меньше ну может не совсем под прямым углом потому что мне туда далеко тянуться поэтому эти миллиметры вы уже можете потом в процессе работы естественно все срезать и так мы с вами сейчас полностью разобрали цельнокроеный рукав все что что нужно проверить я вам тоже еще показываю еще раз значит мы с вами проверяем а вот у меня видите в чем причина вот здесь когда я складываю то вот у меня тоже это же расхождение получается и соответственно когда я буду делать прямой угол он меня к этой точке и выйдет вот то есть все проверяем потому что мы же с вами работали все сделали получили цельнокроеный рукав правильная и будет у вас правильная посадка потому что выкройки основе баланс уже соблюден